мне кажется что вот сила славянского базара в его традициях я иногда думаю что вот я здесь тоже проросла корнями просто вот на этой сцене вот в этом городе я набралась смелости и просто бросилась с просьбой давайте сохраним наш славянский базар александр григорьевич надо что-то делать я просто чувствовала что праздник уйдет а когда из жизни человека уходит праздник это грустно когда из жизни целого народа уходит праздник то это просто уже вот это уже беда душевности у дружбы у человечности границ границ не может быть об этом говорили артисты на сцене а в это время вбивались кулышки и и как бы строились границы елена борисовна какой уже по счету для себя всего ты вот считаешь вообще это скажу так я с с момента возникновение фестиваля здесь в витебске я еще на фестивале польской песни ездила но если считать вот так меня полноценной ведущей фестиваля то у меня в этом году юбилей 30 потому как и на 1 1 фестиваль на сцену мне выйти не доверили там была другая ведущая ты ее хорошо знаешь это была зинаида александровна бандаренко вот а я в прямом эфире вела дневники фестиваля из витебского летнего амфитеатра там вышло чп после которого я стала ведущей ну чп такое хоро для меня хорошая когда меня чуть не не выгнали с фестиваля но потом передумали и оставили когда концерт задержали на 20 минут я в прямом эфире перед концертом вот вот сейчас когда ты вспоминаешь это как ты думаешь вот говорят случайность это непознанная закономерность вот это это было такое случайное чп или все-таки так должно было случиться ты знаешь что я вообще благодарна судьбе за то что так произошло хотя конечно тогда 30 лет назад переживала книгу да конечно ну представляешь я неопытная ведущая выхожу на дневник который идет 10 минут в прямом эфире там или 15 я готовлю эти 15 минут готовлю вопросы к выступающим готовлю выступающих готовлю какие-то стендапы свои да ну проходит 5 10 15 минут 20 25 30 у меня уже все слова кончились у меня уже люди кончились я уже начинаю за руки хватать проходящих зрителей которые на концерт опаздывают концерт задержали она забыли об этом предупредить и я в прямом эфире и почему-то никакого резерва не не выдают то есть я барахталась в общем но не горжусь я собой только что вот наверх ногами не становилась и надо было чтобы вот тот дневник посмотрел председатель геннадий николаевич буравкин который сказал рановато девочки еще работать в прямых эфирах ну да не знал что да откуда он выкручивалась как на он там селе в телевизоре это все видел вот это вот все а вот и сказал пришлите кого-нибудь поопытнее вот но у другого телевизора за чашкой кофе в арт-кафе этот эфир посмотрел главный реж фестиваля из москвы сергей владимирович винников который сразу после того когда я в гостиницу я не побежала вещи собирать потому что вся в слезах была и подумала там я вообще рассероплюсь вот я пошла пить кофе села гордо и подумала ну ничего бывало и хуже ну как бы так себя утешала тут подходит человек и говорит здравствуйте я главный режиссер фестиваля я хотел бы чтобы со следующего года вы были ведущей на сцене витебского амфитеатра как вы думаете справитесь конечно да он как я понимаю что вы умеете удар держать вот то есть вот вот другой человек сделал такой вывод ну потом меня оставили и на дневниках группа упросила председателя дайте девочки шанс девочки дали шанс саша 30 лет назад было вот ну вот и все собственно и я витебске так что в этом году у меня юбилей ну понимаешь какая история мало кто знает вот как это все происходит до что ты вынуждена была выкручиваться хоть как-то до чтобы не сорвать прямой эфир даже не могла выйти с газа из мара люди видят только внешнюю сторону медали видят красивую или на борисуна спиридович на сцене в дорогом платье которая красиво очень ведет концерты как это получается ведь никто не задумывается об этом совершенно я думаю что даже мы с тобой не знаем как это получается ну вот получается да ну слава богу получается у тебя получается у меня на самом деле такая особенность любой публичной наверное профессии то есть когда да она видна и люди видят но они видят только одну часть они видят внешнюю сторону но никто не знает сколько труда сколько пота а бывает что и крови вложено в то чтобы вот это все выглядело красиво и безупречно начнем с того ну наверное каждый человек может представить насколько это сложно когда большую часть суток ты не можешь вот так как тебе удобно да а ты должен быть вот так потому что на тебя смотрит очень много людей и это не только тогда когда ты выходишь на сцену это и тогда когда ты идешь в магазин я нормальный человек ты выходишь на улицу когда ты еще куда-то там идешь едешь я не знаю заправляешь машину останавливаешься с кем-то на улице поболтать из друзей тебя смотрят и скажем так очень многие вещи которые может позволить себе человек не публичный ну я не знаю разозлиться испугаться заплакать расхохотаться я не знаю ну ты себе не можешь позволить я знаю тебя лен борис наверно ну как наканула как мне кажется я знаю но даже того времени сколько я лично тебя знаю мне более чем было достаточно убедиться в том что ты очень сильный человек с непростой судьбой и вместе с тем сумевший человек сумевший сохранить человеческое отношение к людям первую очередь не обозлиться на весь мир что даете внутренние силы наверное все таки убеждение в том что хороших людей в этом мире гораздо больше чем плохих это во первых во вторых но это не я сказала это юра мой сказал муж может быть да может быть он где-то прочитал может быть сам придумал он сказал что ты по солнечной стороне жизни идешь ну кто-то предпочитает перебежать на другую сторону а вот мне комфортно и удобно так желтый мой любимый цвет а вот солнечная сторона я все равно в любой ситуации которая происходит даже если это ну совсем плохо ну вот край я все равно нахожу историю что вот могло быть и хуже а еще очень помогает кому-то вот кому-то в этот момент хуже вот у меня это не беда беда как сказала помнишь ну давно была такая девочка которая ее звали не к она ушла рано она во сне стихи писала и какие-то фразы говорила так вот я просто читала читала не перечитываю иногда то что она вот этот ребенок во сне выдавал она сказала беда это то что нельзя поправить остальное мелкие неприятности понимаешь поэтому не дай бог чтобы в нашу жизнь приходила беда фестиваль праздник праздник безусловно но ты лучше других помнишь время когда этого этот праздник мог закончиться много лет назад и больше не возразиться ты помнишь да я помню этот момент я помню это когда делились авторские права когда была такая идея ну типа давайте сделаем по-другому я очень боюсь и сегодня иногда звучат а вот давайте сделаем по-новому вот совсем по-другому я очень этого боюсь потому что мне кажется что вот сила славянского базара в его традициях мой добрый друг к сожалению ушедший недавно маргару чудинштейн который много лет делал кинотавр сказал что фестиваль и должна быть родина вот это про витебск и это про славянский базар тоже была идея давайте его по морям океаном пустим сделаем на корабле ярко красиво пафосно по разным странам и вот такая страна будет рада если в порт зайдет и такая будет и принимали на самом деле там пожалуйста говорилось и про болгарию про хорватию там много было идей вот или в разных городах и давайте вот в москве я там что-то сделаем там а юбилей городов давайте поедем славянский базар там 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 где большие города празднуют большие юбилеи да и достаточно средств для того чтобы принять фестиваль чтобы это означало а это бы означало что вот как только бы фестиваль уехал из витебска он бы перестал быть нашим национальным он бы потерял корни а что происходит с растением когда она теряет корни до его можно обрезать в вазу поставить но мы понимаем да что ну на неделю ну на две вот то что фестиваль корни свои оставил там где нато слушай я иногда думала думаю что вот я здесь тоже проросла корнями просто вот на этой сцене вот в этом городе у меня такие корни что мне даже трудно отсюда уезжать иногда бывает вот по прошествии лет как ты думаешь это все-таки еще одна непознанная закономерность воля случая что ну так случилось что все-таки он здесь остался или это все-таки ли в волевые усилия определенных я думаю что тут все вместе потому как если бы у руководства страны были другие люди этого бы не произошло добрая воля александра григорьевича я это помню ведь он совсем молодой президент у него наверно проблем было других выше крыши а тут ну фестиваль ну праздник ну хорошо ну весело ну скажем как у вас не самое важное для страны дело но именно в этот момент он принимает решение витебску славянскому базару называться славянскому базару витебске и быть витебском вот я помню себя молодой ведущей но не только я ему об этом говорила но я набралась смелости и и просто бросилась с просьбой просьба давайте сохраним наш славянский базар александр григорьевич надо что-то делать вот название ведь как родилось он же раньше назывался славянский базар но авторские права принадлежали как-то коллективу и когда коллектив же стал распадаться я точно не знаю но получалось что не у нас все авторские права в мир все сдаваясь bitches да 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 славянский базар . до кавычки закрыли а тут показался новый фестиваль. Славянский базар в Витебске, кавычки, закрыли. И все. И все. И уже славянский базар в Витебске не может проходить в Хорватии. Или в Болгарии. Или в Москве. Или там, я не знаю. Ну, пусть даже тоже в славянских странахах. Да, не может, потому что он в Витебске. И Александр Григорьевич как-то, наверное, отреагировал. Отреагировал, может быть, на мою просьбу. Может быть, на многочисленные просьбы. Но я это точно делала, потому что это у меня так болело в тот момент. Я просто чувствовала, что праздник уйдет. А когда из жизни человека уходит праздник, это грустно. А когда из жизни целого народа уходит праздник, то это просто уже беда. Славянский базар. Да. Славянство сейчас переживает не лучшее время. Наши народы славянские. Мы все свидетели того, что сейчас происходит. На твой взгляд, ведь ты же, опять же, лучше меня помнишь, с каким успехом проходили дни той же Украины здесь в Витебске на Славянском базаре. Как они тут? Какие коллективы приезжали? Я целый поезд приезжал. Украинская делегация же не жила в гостинице. Ну, не вся жила в гостинице, скажем так. А они приезжали на своем поезде, где там было так все оборудовано, так все. Ты знаешь, что если говорить о сегодняшних временах применительно к славянскому базару, то, скажем там, темные времена были в истории славянского базара, потому что я помню, как развалился Советский Союз, ведь базар уже был, и стали возникать границы. То есть столбики били. А славянский базар был. Да, а славянский базар был. И мы говорили о том, что у какого-то удушевности, у дружбы, у человечности границ не может быть. Об этом говорили артисты на сцене, а в это время вбивались колышки и как бы строились границы, ставились указатели. И это не уничтожило славянский базар. Сейчас немножко другое время, но я... Да, не лучшее время. Но я думаю, что все-таки здравый смысл восторжествует, и я думаю, что это ненадолго. Ну вот, на твой взгляд, ну, если можно так выразиться, конечно, миротворческий потенциал славянского базара. Огромный. Вот только что здесь закончилась пресс-конференция, которую я вела, да? Ты слышал, кто задавал вопросы? Да. Задавали литовские журналисты, эстонские журналисты, латышские журналисты. Здесь люди приезжают, и они... Ну, им глупо задавать вопрос. Хотя один такой глупый вопрос я задала, человек просто рассмеялся. Я говорю, ну, вас не пугали, когда вот вы сюда выезжали, что вас тут сразу на улице схватят, арестуют, тут начнут пытать, там, еще какие-то гадости, да? Ну, человек просто смеется. Ну, во-первых, ты знаешь, что виз не надо, да? Ну, ты же знаешь, да? Билет. Да, билет на славянский базар или аккредитация, да. Вот они, уничтоженные границы. Понимаешь? За столько лет прошло, и к этому пришли. Вот, поэтому я думаю, что люди все понимают. Да, существует самая настоящая информационная война. Но она, к сожалению, не только информационная, в этом даже больше, ну, для тех, кто... Я говорю именно... Кто в этом участвует сейчас, для них это самая большая беда. Это страшно, когда гибнут люди, вообще страшнее этого, нет ничего на свете. Но ты же понимаешь, что война, вот такая настоящая, да, которая сейчас идет, она, как правило, следует за тем, когда свое дело сделает эта информационная война. Она, как вот эта ступенька. И поэтому мы не можем помочь прекратить вот эту настоящую войну. Но мы можем сделать что-то хорошее для того, чтобы выиграть в информационной войне. вот наш фестиваль, вот его миротворчество, его духовность, его тяга к миру, к взаимопониманию, к какой-то человечности, к здравому смыслу, к рассудку, в конце концов. Люди, они вообще пришли на этот свет не для того, чтобы соревноваться, сражаться, воевать, уничтожать друг друга. Ну, соревноваться, да. Но на спортивных... Ну, соревноваться, да, ты же понимаешь. Если уже о том, есть ли об этом. Хотя, да, хотя, ну, любой конкурс, ты же понимаешь, да, это все равно это шоу, да. Это шоу для того, чтобы это было интересно смотреть. Поэтому для меня очень важно проведение фестиваля как возможности просто сказать, люди, жизнь прекрасна, удивительна. но, к сожалению, она бывает коротка и очень жалко тратить ее вот на такие страшные вещи, которые сейчас происходят. Знаешь, ведь мы ежедневно сталкиваемся с оголтелым враньем. Оголтелым. А ведь это грех большой. Вот понимаешь, я даже, даже я не говорю про то, что это выплывет наружу и вас, ребята, это потом раскроют. Хотя, сейчас я уже не уверена. Я вспомни, когда началась пандемия, вспомни, какие вообще страшилки, ужастики в интернете писали. Я заболела из-за этого, вот из-за этих страшилок. Это потом я стала понимать, что все это постановка и неправда. А ведь никто за это не ответил, Юр, а таких, как я, было... Никто не ответит, я тебе больше скажу, сейчас, заметьте, сейчас постоянно предлагаются новые поводы для страха, если говорить о медицине. Пожалуйста, оспа обезьян. Где мы? Где обезьяны? Но оспа обезьян уже здесь. Люди, во-первых, не боятся, что их вранье раскроется, и, по крайней мере, будет стыдно. Или, может быть, этим не стыдно, я не знаю. Но ведь это, опять-таки, возвращаюсь. Это же грех большой, не обмани, ну как? Ну, когда-то каждому из нас я все равно убеждена, придется держать ответ. И вот за такие вещи тоже. Безусловно, да. Но, к сожалению, в моменте об этом все меньше людей задумываются. И очень бы хотелось, чтобы действительно искусство каким-то образом все-таки, в данном случае вразумляло. Вот не только возвышало, воспитывало, ну, там много функций, которые приписывают искусству, но и вразумляло. И, может быть, не весь мир даже, но коль мы говорим о славянском базаре, давайте сами себя вразумим, славяне. Я, когда вижу, как, как часто говорю, когда Сереги воюют с андрюхами, а по факту это так. Так и есть, да. И вот и нас столкнулими этими лбами, и льется настоящая кровь невыдуманная. И есть и славянский базар. И вы, Елена Борисовна, как, уже, простите, может быть, вам не хочется это принимать, как символ этого фестиваля, как его духовная основа будет делать. по мере силы, конечно, понимаю, все для того, чтобы в разумление это пришло как можно быстрее, тем будет лучше для всех, для нас, для славян, да и вообще для всего мира, мне кажется. поэтому спасибо за это интервью и спасибо за то, Елена Борисовна, что ты все это время не изменяешь, во-первых, этому фестивалю. За твой труд, даже не за труд, за служение. Тут будет точнее, мне кажется, это слово выражать то, что ты делаешь сетево. и за это интервью. Спасибо. Спасибо.